Здравствуйте! С вами Анна Братушкина и программа «Наш Новосибирск. Диалог». В новосибирскую лабораторию «Инвитро» в конце марта поступил первый клещ, снятый с человека. Обычно сезон этих кровососущих на большей части территории России начинается в апреле, при условии, что среднесуточные температуры становятся выше нуля. Голодные клещи выползают на охоту, и в это время они наиболее опасны, говорят эксперты, так как кровь им нужна в том числе и для размножения. Как защитить себя от последствий укуса? Где в городе можно встретиться с этими кровососущими? И правда ли, что энцефалитных клещей становится больше? Сегодня говорим с врачом-инфекционистом Сергеем Савельевым. Здравствуйте, Сергей Викторович. Правда ли, что в этом году уже зарегистрировали первый укус клеща, и не слишком ли это раннее начало сезона? Да, на самом деле это так. В принципе, нет. Случаи каждый год встречаются и в апреле месяце, и в начале апреля. Дело в том, что это связано и с потеплением. Вот, снег очень быстро сейчас сходит, поэтому очень легко встретиться с клещами. Клещи начинают активизироваться. То есть это такое традиционное уже начало? Да, на самом деле, да. А правда ли, что именно начало сезона самое опасное? И в какие еще месяцы опасно встретиться с клещом? Ну, да. С самого начала сезона, конечно, клещи очень активны после зимнего периода. Поэтому, да, они очень активно кусают. Опасны также, кроме начала сезона, допустим, апрель месяц, это самый активный, это май, июнь. Июль немножко уже на спад. Бывают подъемы активности также в конце августа, в сентябре. Вот поэтому в эти периоды надо быть предельно особо внимательным и осторожным. Как вообще можно себя защитить от укуса клеща? И вот, например, прививку сейчас экстренно делать уже поздно? Да, на самом деле, вакцинация – это единственный надежный метод профилактики, потому что не введение каких-то иммунобиологических препаратов в плане после укуса клеща, вот, например, иммуноглобулин, не дает такой гарантии, конечно. И также специфических препаратов для профилактики, они, конечно, существуют, но эффективность их, к сожалению, не доказана. Вот, поэтому вакцинация – это единственный надежный метод. Что касаемо вакцинации сейчас по экстренной схеме, это сделать можно, но нужно быть внимательным и осторожным в плане посещения парковых зон, лесов, вообще, в принципе, природы. Просто ввиду того, что возможность укуса, она, естественно, есть. Самая, конечно, эффективная схема вакцинации – это вакцинация, когда начинают первую прививку осенью. Вот, тогда уже вторую ставят весной, где-то февраль-март, и уже к началу эпидсезона уже какое-то количество антител, достаточно высокий уровень в крови обнаруживается. Первичный курс состоит из трех инъекций, то есть, если вы, допустим, ставите сейчас с интервалом две недели прививку, то следующий, третий – это в следующем году, в начале весны. По обычной схеме – это первая прививка осенью после окончания сезона активности клещей, это где-то конец октября-ноябрь, и вторая весной перед началом сезона – это, соответственно, февраль-март, и третья, опять же, через год весной. Это полный законченный курс вакцинации. Затем однократно каждой ревакцинации на 3-5 лет. Прививка – это стопроцентная защита от энцефалита? Ну, нет, конечно, в медицине стопроцентов быть не может, никто гарантию такую вам не даст, но, тем не менее, процент достаточно высокий. То есть, если заболевание и развивается, то оно протекает в гораздо более легкой форме, это может ограничиться только, допустим, лихорадочную форму, просто температура, интоксикация, вялость, и на этом все заканчивается. По крайней мере, прививка и позволяет избежать тяжелых форм, которые заканчиваются нередко инвалидизацией, нередко летальными исходами. А есть какая-то защита от боррелиоза? Нет, от боррелиоза, к сожалению, при вивке нет, но, что касаемо боррелиоза, хочу сказать, что эта инфекция вызвана бактерией, вот, поэтому против бактерий у нас есть с вами лекарства, это антибиотики, главное, все это сделать вовремя, вот, не заниматься самолечением и обращаться к врачу. В плане клещевого энцефалита тут ситуация сложнее. Вакцинации специфического препарата противовирусного для лечения именно клещевого энцефалита на данный момент не существует. Поэтому вакцинация – это единственный метод профилактики. Где сейчас Новосибирец может встретить клеща? Получается же, что не только там дачники или любители лесных прогулок обращаются в больницы? Да, конечно. В принципе, это может сделать любой житель города, где угодно, буквально выйдя из подъезда, где-то около парковых зон, в парковых зонах, в местах отдыха. Вот, поэтому клеща можно встретить где угодно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем все-таки озадачиться проблемой вакцинации. Как следует поступить человеку, если он снимает с себя клеща, и разные ли схемы у того, кто был привит, и у того, кто не был привит? На самом деле практически нет. Потому что что следует сделать человеку, когда его кусил клещ, это все-таки по возможности, если клещ сохранился, его сдать на исследование. Вот. Лаборатория, соответственно, проверит на инфицированность этого клеща также и вирусом клещевого энцефалита, и другими инфекциями. И в случае обнаружения вируса, например, клещевого энцефалита, допустим, непривитому, вводит свой иммуноглобулин. Привитым людям, соответственно, введение иммуноглобулина не показано. Но хочу заметить, что привитыми считаются именно те люди, у которых есть полный курс вакцинации из трех прививок первичных и хотя бы одна ревакцинация. Вот поэтому этим гражданам, соответственно, иммуноглобулин не показан. Что касается, допустим, каких-то назначений каких-то препаратов после того, как в клеще что-то обнаружено, либо не обнаружено, это все должен, конечно, решать врач. Самолечением тут заниматься однозначно не надо. То есть, получается, если у человека стояло только две прививки, то ему также иммуноглобулин показан? Да, все верно. Насколько энцефалит вообще опасен и какие симптомы вызывает? Эта инфекция, конечно, опасна. Опасна она тем, что могут развиваться тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, с развитием воспалительных изменений в оболочках мозга, в самом головном мозге, нервах и так далее. То есть, а так как лекарства специфического не существует, лишь только такая симптоматическая поддерживающая терапия, то, конечно, тут исход какой-то прогнозировать очень сложно. Начинается все, прежде всего, это, конечно, температура, высокая температура. Это могут быть головные боли, рвота, слабость, вялость и так далее. То есть, вот что касаемо уже головных болей с рвотой, это уже нехороший такой признак. Это признак уже поражения, как минимум, оболочек головного мозга. Лица пожилого возраста, у них, конечно, иммунитет уже не такой, как у молодых. Поэтому, естественно, им справляться с этой инфекцией тяжело. Дети, ну, тут тоже ситуация индивидуальная. Как правило, дети, конечно, переносят несколько легче эту инфекцию, чем люди среднего и старшего возраста. Но, тем не менее, вакцинация среди детей у нас тоже проводится и проводится, кстати, в рамках программы обязательного медицинского страхования. Вот это делают в детских дошкольных учреждениях, в школьных учреждениях и так далее. А если клещ был баррелиозным, как тогда? В случае, если обнаружили баррелию в клеще, то проводится профилактика антибактериальными препаратами. То есть, это дает нам возможность прервать на этапе начало размножения, когда бактерии начинают размножаться у нас в организме. Это тоже, конечно, не 100% гарантия, но процент достаточно высокий, что человек не заболеет. Правда ли, что заразных клещей сейчас становится больше? С чем это связано? Многие, знаю, любят вспоминать о теории заговора про лабораторные заражения. Как вы думаете? Ну, насчет лабораторных заражений, экспериментов, я бы не был столь категоричным, потому что, на самом деле, мы имеем дело с природной очаговой инфекцией. Вот. А, соответственно, инфицированность клещей, почему стало больше? Почему их стало больше, да? Ну, есть несколько вариантов, но ученые не сходятся к единому мнению. Вот. По крайней мере, мне что кажется актуальным, это все-таки у нас сейчас зимы стали теплее. Вот. Климат наш меняется. Отсюда и распространение клещей, они их больше выживают в зимний период, и они более активно начинают размножаться и передавать друг другу, соответственно, вот тот генетический материал, от которого мы с вами, соответственно, и болеем. Вот. Это касается не только сибирского региона, например, если говорить о европейской части России, да, то раньше, конечно, там инфицированность клещей и самих клещей было гораздо меньше. Но, тем не менее, сейчас, да, этот ареал все распространяется в сторону западной части нашей страны. Поэтому тут уже нужно и жителям европейской территории тоже озаботиться о вакцинации, конечно. Вы много говорите о том, что только вакцинация способна защитить, ну, не на 100%, но максимально. Есть люди, которые опасаются, да, прививок, принципиально их не делают. Вот. Что бы вы им посоветовали, как переубедить такого человека? На самом деле вакцины эти очень переносятся хорошо. Практически не бывает каких-то высоких температурных реакций и так далее, да. Ну, то есть, может быть, небольшая температура в районе 37, 2 и 3, может быть, болезненность в месте укола, ну, как, в принципе, как после любой инъекции. Вот. Поэтому бояться этих прививок не надо, эти прививки не живые, то есть, там нет живого вируса. И, соответственно, их все переносит хорошо. И вообще в плане вакцинации, вообще прививок бояться не надо. Медицина же не зря сделала такой колоссальный шаг вперед, именно благодаря вакцинации. Сергей Викторович, спасибо большое за интересную беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Всего доброго. А я напомню, что у нас в гостях был врач-инфекционист Сергей Савельев. Редактор субтитров А.Семкин